Старикам всегда у нас почет. В дни новогодних торжеств свое 90-летие отметила одна из жительниц Фокина. Поздравить Марию Должикову с круглой датой пришли официальные лица, представители администрации и работники социальной службы. В честь юбилея труженицы тыла вручили персональные открытки от президента страны Владимира Путина и губернатора Приморского края. Подробнее в следующем сюжете. Здравствуйте. Можно к вам? Можно к вам? Новый год – праздник щедрой на сюрпризы и подарки. А для жительницы Фокина Марии Парфеновны Должиковой – вдвойне. В связи с тем, что 1 января она отмечает помимо наступления Нового года еще и собственный день рождения. 2017 год для именинницы юбилейной. Долгожительнице исполнилось 90 лет. Вот от президента Владимир Владимирович написал вам личное поздравление с вашим юбилеем. Это вы лично потом прочтете. Это от губернатора нашего. Я зачитаю такие слова. Примите мои самые теплые поздравления с юбилеем. В этот праздничный день хочу выразить вам признательность, замужество, отвагу, преданность долгу к Отечеству. В сложнейших условиях вы отстаивали национальные интересы страны, восстанавливали мирную жизнь людей и порядок. Ваш подвиг всегда будет жить в наших сердцах. Именно такими людьми гордится Приморье. От всей души желаю вам успехов, здоровья, счастья и благополучия. Губернатор Владимир Владимирович Беклушевский. Вручение пожилым юбилярам именных поздравлений за подписью президента страны возложено на представителей Департамента труда и социального развития. Исполнение ответственного поручения для сотрудников не столько долг, сколько приятная обязанность. У нас такая существует практика, что лично президент подписывает поздравления юбилярам 90-95-100 лет. И это почетное поручение президента, губернатора нашего возложено на отдел по городскому округу, зато город Фокин. Это на наш департамент труда Приморского края и соцразвития. Поэтому мы первые до января. Это такое теплое чувство. То есть Мария Парфюровна, мы давно знаем, мы очень дружны с ней. Часто ее поздравляем, но приходим в такие памятные даты. К официальным поздравлениям присоединилась и заместитель главы администрации городского округа Светлана Давидюк. Она поздравила именинницу с юбилеем, вручила цветы и подарки. Администрация городского округа, глава городского округа Александра Сергеевич Баранова поздравляет вас с таким юбилеем замечательным. И я лично поздравляю вас и желаю вам здоровья и долголетия. Главное быть здоровым. Конечно, возраст дает о себе знать и здоровье временами подводит. Вместе с тем пожилая женщина полна энергии и энтузиазма. Увлеченно вспоминает Мария Парфеновна свою юность, которая хоть и пришлась на военное время, но была наполнена мечтами и надеждами на светлое будущее. Когда война началась, я побольше стала. Мне надо было идти, 8 классов кончили, а надо было идти в 9-й. А война началась в июле. Так, наверное, июнь. Мы, если бы не учились, и война началась, и оттятю забрали в августе. Судьба молодой девушки складывалась непросто. Марии старшей в многодетной крестьянской семье рано пришлось работать. В неполные 15 после курсов ФСО она пришла на предприятие. Затем трудилась на почте и в военно-учетном столе. На работе и познакомилась с будущим мужем. Как-то я пришла на работу, у нас кабинеты тут были, а там вообще был Голтя Рада, все сидел. Вот с девчонками там стою. Вот зашел в гражданском пальто, в гражданской шапке, с этой вот лосковой ступы. Здравствуйте, здравствуйте. И говорит, а где у вас секретарь? Мы говорим, да вот кабинет. Он ушел. На второй день раз приехала. На третий день уже пришел к нам в кабинет. С мужем офицера внутренней службы Мария Парфеновна прожила 56 лет. Вырастили троих детей. Род продолжили пятеро внуков и пятеро правнуков. Сейчас пенсионерка на заслуженном отдыхе. Проживает вместе с семьей старшей дочери. Пожилая женщина окружена любовью, заботой и вниманием близких. И в свои 90 лет ощущает себя совершенно счастливым человеком. Ну, я не жалею. Я счастливая. Вот счастливая. Очень счастливая. Честное слово.